Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! В последнем ролике мы с вами говорили о разборном, просто легко делать который подсак разборной. А сейчас я хочу вам рассказать о богориках. Я считаю, что у каждого рыболова должен быть запас летний и зимний богорик, потому что на рыбалке случается всякое. Вот этот богорик я нашел, я его не покупал на льду, он такой тупой был. Это оказывается покупной богорик. Потом я узнал, чей это богорик, звоню товарищу, говорю, я нашел твой богорик, забираю. Он говорит, да нафиг он мне нужен. Короче, он и отказался, но у меня лежит, он валяется. Второй богорик, вот я показываю. Этот богорик мне подарил мой дружбан, вы тоже его знаете. Ивов Смирнов, видели вы его в моих роликах. Он сделан с антенны, с приемника он хорошо собирался. Маленький, небольшой такой, очень мне помогал. Я ищу, тут острый крючочек. Вот, и хороший. Вот такой, он длиннее, в том 41 сантиметр, он 50 с хвостиком. Третий богорик у меня, это шомполом чистит ружья. Видите, он раскручивается, убирается, его можно в походное положение, он вообще мало места занимает. Понятно? Вот такой. Есть петля на конце, чтобы удобно было. Есть богорик, который с поломанного подсака китайского. Вообще, вид у них бывает красивый, но они все-таки какие-то хлипкие. Ну, я сюда, видите, проволоку заточил, и он меня выручал когда-то, когда в коряжнике ловил белого амура. Там достать можно было, коряга невозможно вытащить. Вот этот у меня самый любимый. Видите, он сделан из бамбуковой палочки. Делается просто, нитку обмотали капроновую, клеем заклеили. Еще, чтобы не забыть сказать, что если вы в лодке возите резиновый богорик, необходимо иметь с собой пробочки. Пробочки я никогда не прохожу мимо, если вижу пробку на берегу или где беру. Вот вы вот так вот надели пробку, и все, вы лодку не повредите. У меня был уже такой случай интересный, почему вообще этими большими баграми. Я однажды летом ловил рыбу на горох, на кивок. Плыву по речке, глубина там около метра, и наплываю на белого амура. Вы знаете, мало кто такую рыбу видел. Ну, вот такой вот толщины и длиной как больше метра. Он как шуганул, аж меня напугал. После этого стал за ним охотиться, и там видно, не один такой был, потому что они мне попадали, леску даже рвали 0,6 миллиметра. Он как цеплялся, обматывает и делает резкий рывок, стартовый такой. Удержать невозможно. Потом я жерли состоял, ну, в общем, короче говоря, я его выгнал на мель, вымучил там и так далее, и он подымается. Такая махина, под сак он не влазит ни в какой. И что делать? Я в азарте прыгнул в воду по грудь воды, схотел его удержать, но куда там? Он мне по морде хвостом дал и ушел. Вот после этого я сделал вот такую вот штуковину. Вот это мой любимый. Он падает, он не тонет, ничего, но обязательно, чтобы была пробка. Помните об этом. Благодарю за внимание. Делать багры очень просто. У кого есть просто время, ну, можете сделать всегда. Сложного ничего нет. Это в домашних условиях. Никаких станков не надо, ничего. Только тиски и все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь. Надпись. Продолжение следует...